друзья мои всем здравствуйте рада приветствовать вас у себя в гостях сегодня пополняю рубрику полезное вязание я хочу обратиться к такой теме как оформление v-образного выреза резинкой один на один и на примере своей жилетки я связала жилетку как вы заметили полу патентной резинкой я хочу вам показать как я это дело жилеты у нас снова вернулись в моду так что думаю каждая из вас обязательно свяжет такую вещичку чтобы она у вас была обязательно в гардероб и данную жилетку можно носить как и с рубашкой так и без рубашки так ну что если вам интересно данная тема переходим дальше и приступаем к вязанию петли по вырезу горловины я начинаю набирать вот от шва до от левого шва на левом плече пойду вниз по вырезу горловины до центра здесь у меня маркером отмечена петля то есть она у меня будет здесь по центру лицевая и по верху наверх и далее по спинке и так набираю я петли спицами номер три единая леска у меня 60 сантиметров так как я вязала манжеты и низ изделия резиночку по низу изделия спицами номер три и здесь тоже самое беру нить оставляю небольшую кончик чтобы нам потом его спрятать и начинаем работать кому неудобно может использовать крючок так кончик оставляем подлиннее и девочки набираю я из кромочных петель смотрите у меня вот кромочная петля вот одна кромочная 2 3 и так далее и я буду набирать из каждой кромочные петли как бы по 2 кто-то может набирать смотрите за каждую стеночку сначала за переднюю затем за заднюю я же буду набирать сначала одну петлю из кромочной и следующую петлю вот из перемычки между кромочными петлями то есть 1 петля 2 петля из перемычки 3 петля будет из кромочной 4 из перемычки и так далее так поехали ввожу спицу в первую кромочную петлю вытягиваю петлю и затем вот таким образом я маленько отодвигаю и вот у нас с вами перемычка и вот эту перемычку ввожу спицу и вытягиваю петлю все вот две петли у меня есть то есть 1 кромочная это у нас две петли до когда мы вяжем с вами снизу вверх или сверху вниз и так следующая петля кромочная следующую петлю я вот она перемычка я ее так подтягиваю спицей немножко потому что она вот прячется вот так аккуратненько все и таким образом девчата я поднимаю петли по всему вырезу горловины дошли до центра вот у меня петля выделенная маркером и смотрите если я сразу перейду к этой петли то у меня здесь получится небольшая дырочкой чтобы этого не было я беру спицу и поднимаю вот эту дужку и провязываю ее скрещенной петлей вот таким образом затем снимаю петлю с маркера на спицу и провязываю эту петлю лицевой и то же самое я сделаю со следующей дужкой то есть вот она у меня выходит из петли то есть вот эта душка я поднимаю на спицу и за заднюю стеночку провязываю лицевой петлей у меня вот получается три центральных петли и за счет этих трех центральных петель мы будем делать убавление все дальше переходим к вырезу горловины и также поднимаем петли вот у меня идет кромочная петля я ее поднимаю и дальше душка и из дужки вот так и далее до плечевого шва ведь это дошли до плечевого шва и чтобы не было дырочки когда мы перейдем сразу сюда вот здесь прям из самого шва можно поднять еще одну петлю здесь прям петля у нас есть и вот так все подняли и потом пошли дальше вот снова кромочная это я уже перехожу на скос по плечу дальше у меня по спинке вот здесь петли я не закрывала я их перекинула на ниточку я их сниму просто на спицу и провяжу лицевыми петлями дальше перехожу снова на вот этот вырез горловины также поднимаю кромочные и еще один момент вот здесь вот при переходе от выреза к петлям спинки которые снятые вот здесь вот так же можно провязать еще одну дополнительную петлю поднять скрещенную чтобы не было дырочки с одной стороны и то же самое сделать с другой стороны все доходим до шва плечевого шва и также с центра поднимаем еще одну петлю и так у нас будут подняты все все петли подняла петли по всему краю наши выреза горловины так и теперь смотрите девочки я отметила маркером центральную петлю и теперь от нее отсчитываю до начала ряда смотрю лицевая так как я буду вязать резинку один на один то есть у меня лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть вы посмотрите с какой петли это необходимо для того чтобы узнать какой петли нам начинать ряд я должна начинать ряд с изнаночной петли и так следующий ряд после того как мы подняли петли я провязываю как вспомогательной то есть просто провязываю резинкой один на один количество петель у вас при резинке один на один должно быть кратно 2 итак следующий ряд после подъема я просто провязываю лицевая петля изнаночная лицевая аккуратненько у меня нить в несколько сложений немножко путаюсь изнаночная и так далее лицевая изнаночная и так до конца ряда девчата я ошиблась смотрите сказала вам что начинаю с изнаночной петли а начала с лицевой петли что мне пришлось распустить благо я во время это заметила и вот у меня первая петля изнаночная петля все провязали вспомогательный ряд и теперь следующий за вспомогательным рядом вяжем также резинкой один на один до вот этих центральных трех петель вот у нас лицевая и не довязываем до этой лицевой одну изнаночную петлю вяжем резинкой один на один довязала до центральных трех петель изнаночная лицевая изнаночная и теперь я делаю убавление каким образом первые две петли они повернуты ко мне правой стеночкой я их снимаю на правую спицу затем следующую вот эту изнаночную провязываю лицевой и протягиваю через 2 снятых вот таким образом и у нас получается вот такая ровненькая петля лицевая петля все и дальше я также вяжу резинкой один на один лицевая и изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда такие убавления я буду делать в каждом ряду потому как я набрала по краю большое количество петель то есть из одной кромочной я вывязала две петли поэтому я буду делать в каждом ряду вот такие у бабочки и так продолжаем вязать резиночкой один на один делая убавки вот этих трех центральных петель в каждом ряду отвязала я горловину на необходимую мне высоту здесь мне провязано 12 рядов высоту и остановилась девочки смотрите на ту моменте когда у меня по центру одна лицевая и по краям 2 изнаночных теперь я провяжу еще два ряда полой резинки для того чтобы мне потом закрыть край иглой вот так вот здесь вот на манжетах я точно также делала и так каким образом я чуть-чуть задел каким образом я буду вязать полную резинку так довязываю я последний 12 рядок лицевая и изнаночная еще девчата я вот первую изнаночную перекинула на правую спицу потому как мне удобно начинать с лицевой петли и так лицевую петлю мы провязываем а изнаночную снимаем нить перед работой вот таким образом и так лицевая изнаночную снимаю нить перед работой и так далее я вяжу до центральных трех петель центральные 3 петли мы также убавляем то есть провязываем три вместе и дальше вяжем до конца ряда и так это у нас будет первый ряд полой резинки второй ряд полой резинки лицевую петлю я снимаю нить за работой а изнаночную я провязываю изнаночную лицевую снимай изнаночную провязываю и так по всему кругу не забываем что по центру вот здесь мы также делаем убавление как раз мы сделаем у бабочку на этих трех петлях и у нас будет и лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть то что мне нужно как раз для закрытия иглой резинка один на один поэтому вот я именно остановилась в двенадцатом ряду провязала чтобы у меня было здесь изнаночная лицевая изнаночная вот за два ряда мы убавим и опять вернемся к резинке один на один и так вяжем полу резинку до конца ряда закончила я второй ряд полой резинки обрезала нить измерила вот от центра спинки до переда до центральной нашей петли чуть больше четырех полу обхватов вот и обрезала нить все теперь я приступаю к закрытию края иглой иглу я беру с тупым кончиком и приступаю к закрытию так первая петля у меня лицевая я ее аккуратненько снимаю и как бы буду придерживать да затем смотрите девчата сейчас я не сюда перенесу на переднюю часть в изнаночную петлю от себя ввожу иглу вытягиваю нить аккуратненько вот таким образом затем подхватываю вот эту лицевую снятую петлю причем подхватываю за левую стеночку и следующую лицевую за правую стенку протягиваю нить подтянула немножко и на себя снова ввожу в изнаночную подтягиваю нить и эти петли снимаю все и перехожу дальше в изнаночную от себя вытягиваю нить затем вот у нас лицевая петля за правую стеночку вот у нас правая стеночка подхватываю и вернее за левую стеночку подхватываю и за правую лицевую петлю которая на спицы протягиваю нить и снова на себя в изнаночную петлю подтянула сняла и так далее в изнаночную от себя нить протянула подхватываю левую стеночку лицевой петли которую мы уже сняли и правую стеночку петли которая на спицы протянула и на себя снова в изнаночную нет трудно я так думаю такой способ придется многим по душе и так далее до конца ряда до конца ряда там закрепляем нить на изнаночной стороне кончики все можно спрятать по изнаночной стороне в резиночку и наш горловинка v-образного выреза будет готова так и вот смотрите что у нас получается вот такой вот у них и краешек поближе могу показать вот по рукава у манжете такой вот краешек получается так обвязываю дальше сейчас обвяжу и вернусь уже к вам и так девочки закончила я закрывать петли иглой и вот так вот у меня красиво получилось покажу поближе вот такой вот край фабричный край эластичный как вы можете видеть в принципе вы можете закрывать край любым удобным для вас способом ну я вот люблю закрывать петли иглой то же самое я сделала и на манжетах и также я начинала вязание так вязала снизу вверх я также набрала петли вот вы можете видеть также фабричным короб краем вот такой вот красивый фабричный край и никто не скажет что вы связали это руками на этом я буду с вами прощаться надеюсь данный урок оказался для вас полезен всем творческих успехов дружных спиц вяжите с любовью носите с удовольствием пока пока до новых встреч